Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Лилия Новикова и музыкально-терапевтическая среда. По вашим многочисленным просьбам, речь сегодня пойдет об умственной отсталости, о специфике работы музыкального терапевта и формах проявления этого заболевания. Для кодировки диагноза умственной отсталости в МКБ-10 предложено использование раздела F70 с уточняющими после точки цифрами в зависимости от этиологии, а также наличием или отсутствием сопутствующих нарушений поведения. Синонимами умственной отсталости являются такие понятия, как общее психическое недоразвитие, психическое недоразвитие, олигофрения. По мнению некоторых современных авторов, понятие умственная отсталость более широкое, чем часто использовавшийся ранее термин олигофрения. Под олигофренией обычно понимают дефект, ограниченный в первую очередь сферой интеллекта. Термин умственная отсталость стал более общепринятым в мировой психиатрии в течение последних двух десятилетий, постепенно заменив собой термин олигофрения. Традиционный для нашей страны термин олигофрения все еще используется, когда речи не идет, например, о пограничной умственной отсталости или о деменции. По данным Всемирной организации здравоохранения, а также ряда отечественных и зарубежных авторов, показатели распространенности умственной отсталости популяции колеблются в пределах от 1 до 3% населения. В регионах, где имеет место воздействие экопатогенных факторов, а также наблюдаются изолированные социальные группы, распространенность данной патологии может достигать 7%. Среди лиц мужского пола умственная отсталость встречается примерно в полтора раза чаще, чем среди женщин. Подобное соотношение наиболее заметно при легкой степени психического недоразвития. А при выраженных степенях интеллектуальной недостаточности, как правило, количественной разницы между мальчиками и девочками не наблюдается. Сегодня мы упомянем несколько определений, которые являются наиболее современными и наиболее принятыми в современной науке. Определение профессора Макарова. Умственная отсталость. Группа различных наследственных врожденных или рано приобретенных состояний общего психического недоразвития. По МКБ-10, умственная отсталость – это состояние задержанного или неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей. Определение Владимира Лубовского. Возникновение у ребенка различных с разной отчетливостью выраженных отклонений, обнаруживающихся во всех видах психической деятельности, особенно резко познавательной. И, например, наконец, определение Дмитрия Николаевича Исаева, моего учителя, которое я считаю наиболее современным и вполне совершенным. Умственная отсталость, психическое недоразвитие, совокупность этиологически различных наследственных, врожденных или рано приобретенных, стойких, непрогрессирующих синдромов общей психической отсталости, проявляющихся в затруднении социальной адаптации, главным образом из-за преобладающего интеллектуального дефекта. В МКБ-10 выделяется умственная отсталость в легкой степени, умеренной, тяжелой и глубокой. Также выделяется еще неуточненная умственная отсталость и другая умственная отсталость. В настоящее время при постановке официального диагноза и при принятии решения о типе и форме обучения ребенка или о предоставлении ему инвалидности, а также решение многих других вопросов рекомендовано использование классификации МКБ-10. Следует заметить, что придерживаться только данной классификации крайне неверно, особенно при проведении научных исследований, и не всегда оправданно. Так, в МКБ-10, адаптированных к использованию в Российской Федерации, специально подчеркивается, что МКБ предназначено прежде всего для статистических целей и не должна подменять собой концептуальных классификаций, сохраняющих свое значение для науки и практики. Это замечание в полной мере относится и к типологии умственной отсталости. Важным с клинической точки зрения вариантом типологии является клинико-физиологическая классификация психического недоразвития, предложенная Мнухиным и в дальнейшем дополненная Дмитрием Николаевичем Исаевым. Согласно этой классификации, умственная отсталость подразделяется на четыре формы. Астеническую, атоническую, стеническую и дисфорическую. Итак, посмотрим на легкую умственную отсталость. С нее мы начнем. Для легкой умственной отсталости характерна в целом относительно хорошая механическая память, значительный запас сведений и элементарные навыки чтения письма и счета. Иногда хорошая механическая память и относительно богатая по запасу слов речь могут маскировать слабость мыслительной деятельности и неспособность к образованию абстрактных понятий. Эти пациенты не проявляют самостоятельности и инициативы в работе. Основную трудность составляет переход к мыслительным задачам, решения которых требуют замены привычного способа деятельности новым, еще неизвестным. Для них характерна недостаточная способность к самообладанию, к подавлению влечений, импульсивность на фоне повышенной внушаемости и склонности к подражательству. Эти пациенты любят ручной труд, демонстрируют хорошую бытовую приспособленность к жизни. Обучаемы. Поведенческие, эмоциональные и социальные нарушения и возникающая в связи с этим потребность в терапии, в том числе в музыкальной терапии и поддержке, гораздо больше напоминают проблемы людей с нормальным уровнем развития, чем специфические проблемы больных. Для России коэффициент интеллекта этой группы 60-79. Уровень коэффициента умственного развития, полученный с помощью любой методики, не должен рассматриваться в отрыве от клинической картины и не должен становиться доминирующим критерием диагностики умственной отсталости. Об этом мы с вами не должны забывать, даже если мы работаем в области музыкальной терапии. В следующий раз посмотрим другие виды умственной отсталости. С вами была Лилия Новикова и музыкально-терапевтическая среда. До новых встреч, уважаемые коллеги! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok